здравствуйте дорогие мои сегодня хочу рассказать вам об авокадо который я выращивала и у меня все получилось если вы попробуете и у вас все получится а сейчас вам покажу результат выращивания своего авокадо и вот это чудное дерево которое я вырастила выращивала я у меня есть видео я вставлю вам хочу вместе с вами сделать такой эксперимент и прорастить косточку авокадо не интересно прорастет она или нет это заморский продукт на нашей территории украины не растет а может быть в домашних условиях прорастет я купил авокадо но было зеленого цвета это я оставила некоторое время думаю когда спеет чтобы она дошла сейчас будем извлекать из нее из авокадо косточку для этого мне нужен нож берем разрезаем авокадо пополам и немного прокручиваем вот он косточка и такая мякоть из него можно будет приготовить некоторые интересности на это я вам расскажу потом пока откладываем сторону вот эту косточку сейчас будем ее проращивать для этого я возьму салфеточку так как косточка свежая мы ее только извлекли ее замачивать не нужно если бы на некоторое время постояла там час два три тогда надо было бы замочить а так этого делать не нужно смотрите подробно если посадить косточку сразу в землю то очень большая вероятность того что она просто загниет а я вам расскажу метод который сто процент корни с этой косточки видите на блестящая красивая получилась будут выходить вот с этого места если я возьму стаканчик с водой и в воде должно пускать корни но как его поместить чтобы она не упала а поместить я беру зубочистки и делаю такие движения беру ее прокалываю не до конца слегка и с другой стороны желательно на одном уровне четыре штучки я возьму или пять они у меня стерильные упакованные ой одна поломалась видите колола колола она поломалась еще одна зубочистка прокалывается она легко так как она еще свежая но это наверно придется заменить потому что она не выдержит такой груз это поломана видимо не будет держать я войну и в эту же дырочку ставлю зубочистку теперь я беру стаканчик с водой воду я ничего не добавляла никакой не стимулятор роста ничего и просто ставлю авокадо кончик авокадо вот этот должен дотрагиваться воды воды нужно ровно столько чтобы сам кончик дотрагивался воды в таком состоянии моего авокадо будет находиться пока не пустит корни а корни она пустит обязательно так как я до этого ставила эксперимент и посмотрите еще одно такое же авокадо только уже пустила корневую систему я вам снимала подробно видео про это авокадо но начальный результат начало я не снимала как я вынимала извлекала косточку как я вставала вставляла зубочистки так как я была не уверена в том что у меня получится теперь я уверена в полном мере полной мере и посмотрите какая корневая система пускает косточка авокадо лопает и выходит корешочек и теперь у меня будет два растения авокадо затем отсюда же должен появиться росточек но он треснул намного больше теперь будем наблюдать дальше как только из этих косточек появится росточек или будут какие-то изменения может быть пропадут или еще что-нибудь я вам буду снимать продолжение видео чтоб все были в курсе а сейчас я вам покажу старые съемки как я как у меня наращивались корешочки прошел месяц косточка авокадо дала трещину она была погружена у меня постоянно в стаканчике было и нижняя часть самой косточки намокала постоянно а затем у нас появился корешок посмотрите какой он уже длинный достиг какого размера твердый красивый один она могла по вот эту часть а так сейчас только один корешочек мокнет косточка авокадо простояла еще две недели в таком состоянии воду я не меняю она постоянно стоит в одной и той же водички сейчас посмотрим какие изменения через две недели посмотрите был один корешок а теперь он начал давать боковые отростки корешки раздвоились расстроились и он уже крепче еще немножко я буду его высаживать грунт а пока он еще постоит у меня воде эти косточка здесь в трещинах никаких дополнительных корней на не пускает нить не гниет все у него в порядке оставляем водички еще на некоторое время посмотрим что будет дальше сам процесс авокадо очень интересный наращивание корней когда вырастет корневая система достаточного качества длинный корешочек сегодня будет посадка этого растения посмотрите какой толстенький стволик оси и какое количество листиков наросло у моего авокадо а корней сейчас я вам покажу смотрите сколько корней какая красота целая куча корней как такое чудо не посадить в землю после того как наросли корешочки этот косточка сама лопнула и из косточки начала показываться здесь зелененькая веточка я думала еще один корешочек а посмотрите какая красота видите как лопнула косточка пополам все за подсветочку включу видите из самого центра косточки вырос стволик он сначала был тоненький как ниточка а потом удлинялся удлинялся надо было снять видео мне все не было времени и на концах появились листочки сначала первые вот эти листочки появились затем эти и сейчас вот проявляются уже новенькие и на стволике тоже показываются листики и я решила что пора его не мучить хватит и нужно его посадить вот эти палочки убираем они как приросли просто зубочистки они уже не нужны так тяжело вынимаются дырочкам ничего не будет косточка еще зеленая наверное отдает свои питательные вещества косточку убирать не будем ты хочу посмотреть что под ним под ней и сейчас покажу как я буду ее его что сажать вот я придумала такой ей горшочек в обыкновенный горшочек не хочу сажать так как корни длинные мне надо повыше я взяла бутылку отрезала горлышко нарезала такие зубчики и загнула их но это конечно для красоты это кому как нравится а второе защита вот этого верхнего слоя не будет колодца на дно я положила камушки и уголечки немножко землю же присыпала здесь паяльником сделала дырочки для дренажного отверстия и теперь начинаем посадку вот теперь я покажу какую я землю подготовила землю я взяла с огорода добавила сюда немного торфа и вермикулита вот посмотрите такая земля получилась рыхлая мягенькая немножко из помочила и увлажнила и теперь наполню нижнюю часть горшочка этой земли вот столько теперь хочу поместить сюда корневую померить вот как раз идеально она становится смотреть если засыпать а этот вершочек должен быть сверху косточка я не нужно полностью засыпать серединку попадает не хотелось бы все за его так на бочок теперь с этой стороны немного ложечкой аккуратненько засыпаем после посадки своего авокадо будем ждать результатов плодов интересно какой высоты дерево вырастет или это куст я буду наблюдать с вами все я не буду рассказывать как она в природе там растет ниже интересно как она в домашних условиях растет они в природе природе это в природе а я хочу понаблюдать как она будет у меня расти развиваться будет ли давать урожай плодоносить или не будет это все будем вместе с вами наблюдать я все буду показывать рассказывать своих видео если кто знает как ухаживать дальше за авокадо можете написать мне в комментариях я прислушаюсь к вашему совету куда мне лучше высадить может быть я его буду высаживать на улицу в землю может тепличку ему сделаю это я еще не знаю главное то что у меня удалось прорастить это очаровательное дерево экзотика у меня еще в виде авокадо дома не росла лимоны мандарины гранаты это все росло даже бананы росли банановая пальма она у меня выросла я посадила на улице с маленького череночка ну то есть купила в магазине совсем маленькую банановую пальму посадила в огород немножко подсыпала навозом не свежего перепревшим и она у меня выросла за лето выше крыши и пришлось ее в оранжерею подарить у девочки частный дом и оранжерея прозрачный потолок на втором этаже очень высокая 4 метра высотой и она посадила эту ну то есть я пересадила в большой горшок все перевезли и она ее посадила и зимой она росла у нее там условия конечно все и пробила стеклянный потолок такое сильное растение мне ее не было где зимой хранить обрезать не ее было жалко и помог поэтому я ее отдала вот смотрите такая посадка у меня получилось я считаю что очень красиво я посадила горшочек такой изысканный сделала мне очень нравится и авокадо посмотрите как хорошо себя прекрасно чувствует через время я покажу что с ним произошло а до зимы тысячи шпалить нужно а полью его этой же водичкой которая он пускал корешочки вот так по краю горшочка и немножко хочу тут смыть землю которая попала в середину косточки а так я буду поливать по краю горшочек ведь и водичка просачивается вниз через отверстие дренажное на лишнее конечно выйдет немножко вот так уплотню пальцем сильно не буду так как боюсь повредить там ее нежные корешочки этого растения просто так буду поливать она под весом воды земля уплотнится сама по себе вермикулит заберет лишнюю влагу а потом когда вдруг пересохнет земляной ком вермикулит будет отдавать эту влагу это очень хорошая помощь в посадке растениям пробуйте и у вас все получится такая красота у меня теперь будет экзотика расти в моем доме спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы пишите комментарии советы все я читаю и буду отвечать на ваши вопросы до свидания всего вам хорошего хороших вам урожаев и красивых посадок